ПЕСНЯ 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 Слава Богу, братья и сестры! Слава Богу! Второму важному служению мы будем приступать сегодня. Но хочется прочитать несколько мест Священного Писания перед молитвой, и будем молиться. Я поздравляю всех, кто сегодня заключил завет с Господом, благословением Божьим. Написано, чтобы мы благословляли друг друга. Когда мы благословляем друг друга, Бог нас благословляет. А также сердечная благодарность родителям, которые воспитали таких сыновей и дочерей, которые они могут пополнять ряды Церкви Божьей. Это наша смена, это наша замена, которые будут после нас трудиться. Сейчас они трудятся, слава Богу! Вот такое место я прочитаю. У нас сегодня большой праздник. Праздник, как торжества крещаемых наших братьев и сестры, которые увеличивают нашу Церковь числом, количеством, качеством. А также, чтобы Господь приготовил нас всех быть участниками в ломимом теле, пролитой крови нашего Господа и Иисуса Христа. К этому ответственному служению мы должны усердно помолиться, попросить у Бога прощения, потому что во всех до единого есть минусы. И эти минусы Господь должен убрать по нашей молитве, по нашей вере. Читаю Исайя, 52 глава, 6 стихов. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Радость, слава Богу! Торжествуйте все в месте развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, и скупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу твою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды Его, очистите себя, носящие сосуды Господни, ибо вы выйдете неторопливо, и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилю будет стражем позади вас. Раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится, как многие изумлялись, смотря на тебя, столь был обезображен паче всякого человека, лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы, приведет он изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». И второе место, два стиха читаю, и мы будем молиться. Первая Петра, вторая глава, стих 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Перед нами святое верное слово, которое всегда нас направляет на праведный путь, по которому мы должны идти. И путь, который мы избрали, путь нелегкий. Многие люди говорят, очень легко в Царство Небесное попасть. А я хотел бы сказать, я не согласен с этими. Написано, что Царство Божие усилием берется, и употребляющий усилия восхищает его. И мы желаем, чтобы наши молодые члены церкви поняли этот стишок на всю жизнь, что прилагать усилия, и Бог нам помогает. Так как Христос сказал, идите и проповедуйте Евангелие. И они пошли, проповедовали, а Господь при содействии их подкреплял их последующими знамениями. Так и здесь нужна сила, нужно труд, нужно стараться, приложить все старания к тому, чтобы все то, что Бог от нас требует, мы должны выполнить. Мы и наши дети, наш народ, который также нуждается в помощи. На Украине сегодня большая тревога. Мне брат по пути рассказал, что война, идет война, кровопролитие, дети сиротами остаются, вдовами, мужья остаются без жен, в гибель люди гибнут. И мы должны молиться, чтобы Бог образумил тех, которые вот этим делом занимаются, чтобы Бог послал свой божественный мир, который Он принес на землю. Мир, слава Вышне, к Богу, и мир на земле. Но люди не живут в мире. В Израиле также тревога. Да и везде, везде, по всей земле тревога настоящая идет, потому что пришествие Христа приближается, написано, что Христос не придет до тех пор, покуда прежде не будет отступления. И мы видим отступление в странах, отступление в народе, отступление верующих людей. Поэтому будем просить Бога, чтобы Бог помог нам поправить наши светильники, чтобы чересла наши были припоясанными, светильники горящими, чтобы мы могли встретить Господа, потому что шаги Его слышны. Близок день великой жатвы, говорят Его уста. Пусть этому поможет нам Бог. Попросим благословения и благословим наших людей, которые первый раз сегодня будут участвовать в Вечере Господней. Благословим их. Я думаю, им дадут первым участвовать также в хлебопроломлении, и чтобы они поняли и присоединились, пополнили тело Христово. Так написано, что мы члены друг друга, а перед Богом тело Христово. Пусть Бог поможет нам. Приуставши совершим молитву, попросим благословения на наше собрание. Наш добрый пастыр, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, потому что мы зависимы от Тебя. Целиком, Господи, я прочитал радостную весть и для Израиля. Но пока эта радостная весть принята будет евреями, у них есть проблемы, Господи. Война, кровопролитие. Господь, мы благодарим Тебя за наше собрание, за то, что Ты пополняешь тело Христово. Церковь пополняешь новыми членами, Господи, которые будут ставиться в ряды тела Христово. Слава Тебе, благодарение Тебе, Господь. Помоги нам и в этот вечерний час, в этот служение, Господь, представить тела наших жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения. Помоги нам не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Твоя, благая, угодная и совершенная. Боже, помоги нам преобразовать наш ум. Помоги, Господь, благослови. Мы на руках молитвы приносим наших дорогих молодых членов, братьев и сестер. Господи, утешь, возрадуй их сердца и помоги им видеть эту ответственность, которую они перешагнули, что они сейчас должны быть светом, примером, солью для окружающего рода нас. Как это трудно сделать без Тебя. Потому помоги всем нам подвязаться войти сквозь тесные врата, потому что широкие врата и простанин путь, ведущий погибель, а в узкие врата и тесный путь, ведущий к жизни вечной. Помоги нам шагнув на этот путь, не озираться назад, потому что к озирающимся не благоволит Твоя душа. Благослови нас, благослови родителей, которые воспитали деток и сегодня видят в благословенном служении. Господи, на нашей Украине идет кровопролитие. Господь, мы просим, чтобы Твоя рука поспешивала и там, там сироты, вдовы, инвалиды, бедные, разрухи. Господи, утешь Твой народ. Заступись, Господь, чтобы это было очевидным, что Ты являешься милостью Твоей и тому народу, который там страдает. Также Израиль, Господи, вы прочитали место, когда Израиль будет великим утешением, они собираются в свой край. Помоги, чтобы и там был мир и покой. Ты в слове своем сказал, что они заберут свою землю и справа, и слева. Помоги, Господь, чтобы это совершилось без кровопролитий. Все народы, которые на земном шаре, помоги, чтобы покаялись, приняли Тебя верою в свое сердце и не оставили, чтобы не погибнуть. Блазы наши собрания, блазы предстоящих хлебопреломлений, блазы руки, которые будут совершать это великое дело, блазы всех участников. Мы все каемся, у нас всех есть минусы. И Господь, мы просим, чтобы Ты простил каждого из нас, чтобы мы могли поправить свои светильники, чтобы они были в горячем состоянии, встретить Тебя в готовом на пути вечности. Да будешь Ты прославлен и возвеличен через нас и в нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Починаючи це зібрання, я запрошу всіх загальним співом, заспіваем салом. Він є любов, жде Тебе, Він Твій Бог. Він є любов, жде Тебе, Він Твій Бог. Він є любов, сердечна свята, Він є любов, жде Тебе, Він Твій Бог. Він є любов, жде Тебе, Він Твій Бог. Він є любов, жде Тебе, Він є любов, 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 Він є любов, жде, 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 Він є любов, Він є любов, Він є любов, не постежимо нашему уму, не постежимо нашим размышленням. Когда мы читаем Слово Божие, оно повествует нам за большую и сильную любовь и великое святое объединение Бога Отца с Его Сином. Ведь прекрасно, когда мы читаем тогда, когда Христос родился в этот свят, и пастухи бачили это великое диво в небе, бачили тот хор ангелев, который спевал, отдавал хвалу и славу. Мы бачили это, и знаем, и читаем у Слови Божьего, когда Бог отец чудным образом хранил тогда Йосипа и Марии, и ангел явился и сказал, «Втекай в Египет, бо шукают души младенца». Иосип послухал, пішов, и там была Божья охрана. Приходит час, когда Христос входит в воду Йордана, принимается хрещение, и голос из неба, «Сей есть Син мой возлюбленный». И дальше мы бачим там, на горе, преображение, и последующий час служения Иисуса Христа. Божья опека, как отца, пребывается над Сином, а Син послушный Батькови. Но приходит час, брати и мои сестры, и даже тогда, когда он был в Евсимании, Слово Божье нам рассказывает про то, что ангел был посланный и укреплял его в сильные молитвы и борьбы. Но приходит час, брати и мои сестры, отрикаются учни, втекают, предает Иуда, и вот Голгофа, и вот Голгофа, агониях и страданиях, и сбитый, поранений Христос на Голгофском хресте, спрагнений и голос Сида Божого. Отче мій, для чего ти залишив меня? Роди мои сестры, как я сказал, на этой Голгофе завершалась великая тайна, которая непостижима для нас. Розделялося те, что было с самого початку разом. Я и Отец одно. Він не вопияв за учнів, які его ставили. Він не вопияв і не жалів за вождев, які стояли там, священників. Він вопияв до самого Отца. Отче мій, на что ти залишив меня? Роди мои сестры, когда я читаю эти слова через призму Слова Святого, я бачу, насколько святый и справедливый Бог. И там, где Бог, там темырявых греха немае. Роди мои сестры, той, який был послушный, той, який виконував волю, той, який робил все. И только Він мог взять взять мы сестри. Когда мы читаем и слушаем эти слова, читаем наше сердце в трепеті и в смиренні перед нашим Господом, перед нашим Иисусом Христом. Слово Божие нам каже «Я не залишу тебе». Сьогодні так багато пісень, сьогодні так багато ми чуємо віршив. «Я з тобою, я не залишу тебе». Але, дорогі мої, наше місце було там, на цій гори Голгофі. Наше місце було там, на цьому хресті. Але невин не чистий і святий, взяв твоє і моє беззаконнє. Аллілуя Ісусу Христу. Браті мої сестры, Він пішов і Він іспитав це одиночество, щоби не ти, не я ніколи в жизни, ніколи будешь вірувати в Сина Божого, не іспитував його. І пророк Ісаїя ще з тих років сотень перед тим сказав, «Забудеть ліженщина грудної дитя своє? Але, указується, може забути, але, указується, може покинути, може викинути, то я не забуду тебе, бо на дланях своїх начертав я тебе». І ви знаєте, брати мої сестри, коли я слухаю не раз цей псалом, за той ризець, який писався, моє серце крається. Думаю, Господи, наскільки велика твоя була любов, що ти кожного із нас начертав на дланях своїх. Брате, мій сестру, я розумію те, що кожен із нас, можливо, у житті переходить темні дні. Знаєте, можливо, якісь невирішені проблеми, можливо, якісь непорозуміння. І порой ми думаємо, що ми одні. І порой ми думаємо, що більш нікого немає. Дорогі мій друже, Господь є на небі, і Син Божий є. Той, який являється ходатаюм наш. І той, який казав, що не покинує, коли він уходив із цієї землі. Золоті слова були сказані обітування Божого. Сє я з вами во всі дні і до скончання века. Алілуя нашому Господу. Брати, мої сестри, дорога церкова Божа, я хотів би, щоб ми сьогодні у цій молитви сконцентрували нашу увагу, щоб ми воздали щиро подяку нашому Господу. Недостоїн я всіх твоїх мілостей, недостоїн, є такий псалом, недостоїн, но ко мне б близок ти. Братя, мої сестри, коли ми сьогодні з вірою підійдемо до нашого Господа, перед нами видима заповідь. Брат переді мною казав, і ви знаєте, я солідарний з ним повністю. Братя, сестри, хто сьогодні скаже? Я чистий, я святий, я совершенний. Я думаю, ні в кого не вхватить дрізновіння. Але, Господи, коли я сьогодні в молитви схилюсь перед тобою, почуй моє розкаяне серце, подивись на мої сльози, Господи, я йду до гори Голгофи. Я сьогодні хочу з дрізновінням прийняти цю святу заповідь. Я віру те, що твоя сила, що твоя кров, вона сьогодні сильна освятити і очистити мене. Братя, мої, сестри, дорога, церкова Божа, як я сказав, всю увагу на Ісуса Христа. Сьогодні ця свята і видима заповідь буде радувати твоє і моє серце. Не забудьмо той день, день нашого спасіння, день нашого відкуплення, день страдання Ісуса Христа, день оставленості, коли він був оставлений один на Голгофському Христі. Що, можливо, міг подумати цей розбійник, який недавно чув ці слова, що могла подумати Марія, що міг подумати Іван, який стояв там і дивився на це все. Брати, мої сестри, але ці люди не покинули Ісуса Христа, вони не оставили Його, вони були вірні до смерті, так само і сьогодні. Брати, мої сестри, хай тебе і мене благословить Господь. І ми осталися вірними Йому до кінця, а Він буде з нами во всі дні і до скінчення віку. Йому хай буде слава. Амінь. Молимся. Алілуйя тобі, слава тобі, сильний, слава тобі, всемогутній Боже, твердиня уповання Ізраїліва, Алілуйя. Алілуйя, слава тобі. Алілуйя тобі, Сину Божий. Алілуйя. За благословений день у нашому житті, Господи Боже. О, ми славимо Тебе. О, ми воздаємо хвалу і подяку тобі, Сину Божий. За благословені дні у нашому житті, бути в домі молитви. Алілуйя тобі. Слава тобі, Христос, за твої страдання. Слава тобі за кров твою святу пролитою. Слава тобі, Сину Божий, за те, що голос твої любові ще лунає і сьогодні, Господи. Не по нашим ділам, не по нашим заслугам, а по своїй великої любви і мілості. Ти зібраєш нас, Господі, в дом молитви, в дом, де поклоняються твоєму імені, в дом, де звершається заповідь твоє свята. А вооче, а вооче, благословено ім'я твоє, хай буде возвеличено і прославлено на цьому місці в народі твоєму, Сину Божий, хай перед нашими очима буде твій образ, той, який був на стихі спотворений унічужонний, Господи, бачив всякого чоловєка, Господи, що Пілат вийшов і сказав все чоловєк, але це не встановило роздіронну толпу, але найбільша твоя тузка була, Господи, тоді, коли сам Бог, Господи, не було відповіді від Його і Ти сказав Отче Мій, для чого Ти залишив мене, Господи Боже, Ти взяв на себе наш гріх, Ти взяв наше беззаконія, Господи, Ти взяв наше несовершенство, щоб примирити нас з Богом Отцем, святий справедливий, святий є вірний, Господи, ми поклоняємося Твому святому імені, ми величаємо Тебе, бо нема другого імені під небом, яким надліжало би славити і поклонятися, як ім'я Ісуса Христа, яке є спасающе, Боже святий, щиро, 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 сердечно, дякуємо Тобі за благодать спасітельною, яка явилася для всіх людей, дякуємо Тобі, Господи, за цей день благословіння, за цей ранок, який ми мали там, Господи Боже, і нині Ти нас привів в дім молитви, Господи, де перед нами це свята велика заповідь, Господи Ісусе, ми розуміємо і усознаємо, що ми стоїмо перед живим, святим, абсолютним тим Богом, який не має ніякої, Господі, тьми, в якому нема ніяких, Господі, мільчайших частей, те, що могло б, Господи, унічижити його, бо Ти є Бог святий, і Ти є святость свершенна, є Христос, і ми сьогодні предстаємо перед Тобою, ми розуміємо те, що ми є люди на цій землі, і ми розуміємо те, Господи, прийде той час, і ми, Господи, будемо приймати в учасці, я тебе прошу, Господи, наших молодих братів і сестер, які сьогодні будуть в перший раз учасувати, Господи, хай будуть протягнути ці руки для благословіння з самого початку, Господи, хай це буде благословіння для них, хай це буде радість для них, Господи, хай їхні уста відкриються для слабих хвали тобі, Боже, любящий, благослови церкву, благослови, Господи, служителей, які будуть приступати до цієї заповіді, Христос, поможе нам очиститись, Христос, поможе нам з дирзновінням протягнути руки свої, щоби цей хліб і це вино, як кров твоя святая, пішла в народ і дала благословіння, Христос, дорогий, ми просимо тебе, бо ми знаємо, що ти є Бог сильний і всемогутній, хай це служіння буде во славу тобі, Господь, хай на цьому служінні прославиться ім'я Твоє, а наше, Господи, серце радіє о том великом спасінні, що ти звершив для нас, тобі хай буде слава, наш добрий Бог, повіки, Амінь. 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 ТО, КТО, ПОВЕРЕЇ Вам, Звижaches Аману! Амінь! Тот, кто поверит, слышенному Тову. Волныя крыла смысла Господня Он за счет ревнив. На красоте сухой земли именем не было видно величия. Был пресрен, умнорен, был отверщен людьми. Был пресрен Божий Сын, Искупитель наш. Спаситель мира умирал. Был лик его обезобращен, но он, как огнец, был безвластен. Он не связывал и был, но ус не отверзал. Был пресрен, не отверзал. За всех людей, за всех людей, Христос страна. За всех людей, Христос страна. Христос, ты вечный свет, Христос, ты будешь жить. Начало и конец. И альфа, и амена, и альфа, и амена. И альфа, и амена, и амена. Альфа, и альфа, и амена, и амена, и амена. И нет другого имени поднепо, И нет другого имени поднепо. Лишь именем Твоим Нам кричит спасти, И нет другого имени поднепо, И нет другого имени поднепо. Слава Богу, братья и сестры. Мир Божий вам! Я с большим удовольствием присоединяюсь к торжеству, которое царит в вашей церкви, и хочу тоже поздравить всех тех, кто сегодня заключил завет через водное крещение с Господом нашим Иисусом Христом. Слава Богу! Вы знаете, в мире очень важно иметь покровителя. Люди заботятся о покровителях. Люди хотят иметь богатых, знакомых, известных знакомых, и Христос знал об этом. И поэтому Писание очень конкретно, очень конкретно говорит, что нет другого имени, нет, нет, нет и не будет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому, слава Богу за это! Я очень коротко просто хочу сказать несколько слов пожелания и назидания также для всех вас. Я буду читать наизусть. Говорит слово это. В Библии написано так, слова Иисуса Христа. Наступает время, когда вас изгонят из синагог, и всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Господу. Я остановлюсь на этой первой части. Христос говорил о времени, которое наступит христианам после его вознесения на небо. И это, в принципе, продолжается до самого последнего дня жизни. Ни один из верующих людей ни в какой стране не защищен от преследования. Ни один. И не просто преследование, а убийство на почве преследования. Но дальше Христос говорит, так будут поступать, потому что не знают ни меня и ни Отца моего. Дорогие друзья, я думаю, что вы верите в то, что познавать Господа и Иисуса Христа – это самая основная задача нас на земле. Иногда мы говорим, что мы проходим в собрание, чтобы иметь веру, иногда, чтобы прославить Бога. Да, это все правильно, это все на месте. Но познание Господа, именно познание, познание Бога – самая главная часть в христианской жизни. Возьмите вторую сторону. Незнающие Бога могут убивать людей и думать, что они этим служат Богу. Обращаясь к братьям и сестрам, которые сегодня заключали завет с Господом, я хочу попросить вас и предложить вам, и напомнить вам эту истину Евангелия. Евангелие. Познавайте Бога. Познавайте Бога. Познавайте Иисуса Христа. Мы думаем, что мы знаем Его. Да, мы о Нем проповедуем, мы Его учим, мы читаем о Нем Евангелие. Многие из нас в большую часть жизни слышали о Христе. Но есть такое слово в 16 главе Евангелия от Иоанна. Когда же придет Он, Дух Истины, которого Отец мой пошлет, Он напомнит вам обо Мне. Подумайте на секунду об этом. Кажется, Дух Святой, мы бы хотели услышать от Тебя что-то о Царстве Небесном. Мы бы хотели услышать о том, сколько я проживу. Получу ли я исцеление или нет? Получу ли я благословение или нет? То есть все второстепенные вопросы мы бы хотели услышать. Но Христос говорит, Дух будет говорить обо Мне. Из этих слов мы понимаем, что Иисуса нельзя постигнуть на земле. Каждая встреча со Христом, она имеет что-то особенное. Особенное. Есть такое место в Писании, написано, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Я живу в Торонто, в Канаде. У нас совершенно новая церковь, несколько, пять лет ей. И очень много людей, которые приближаются к Богу, но они еще не верующие. И у них это один из основных вопросов. Что я буду иметь, если я приду и стану верующим? Я помню еще когда-то Дмитрий Беспалов рассказывал такой пример. Где-то там к нему подошел человек и говорит, что мне будет, если я вступлю в вашу секту? Ну, как понимал, так и сказал. И этот проповедник ему ответил, он тоже был такой острый на язык, сказал, говорит, я не знаю, апостолу Павлу дали по 40 ударов без одного, а сколько тебе дадут, я не знаю. Люди сегодня действительно ожидают от Христа, не Христового, а Христа. Люди должны сконцентрироваться на Господе Иисусе Христе, потому что если люди не познают Христа, как должно, этим можно объяснить разводы в христианских семьях, проблемы, возникающие среди христиан в бизнесе, проблемы между соседями, проблемы даже в церкви. Почему люди не познали Иисуса Христа, как своего Спасителя и Бога? Я еще помню, один проповедник говорил, когда апостол Павел, будучи Савлом еще, ехал в Дамаск, и его осеял свет с неба. Он упал и сказал знаменитые слова, Господи, вот я, что повелишь мне делать. Сегодняшнее христианство, особенно неверующие люди, они рассматривают Христа как источник материальных благословений. Они согласны прийти в церковь, чтобы что-то получить взамен. И их формулировка звучит похоже. Господи, вот я, а теперь послушай, что ты должен для меня сделать. И они приходят к Богу именно с такой точки зрения. Но я обращаюсь к вам, друзья мои, хочу сказать, познавайте Господа, любите Бога, поклоняйтесь Богу, служите Ему. Потому что это бездна богатства и премудрости, и ведения, и тайн Божьих. И это нам Бог открывает Духом Святым. Я не буду больше проповедовать, говорить. Еще раз поздравления, благословений вам. Любите Бога и держитесь Бога всем сердцем, всем умом, всем разумением. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу, братья и сестры. Я бы хотел оставить один стих для наших крещаемых, которые сегодня заключили завет с Господом, как пожелание. Это второе послание Тимофею, 6 глава, 14 стих. «Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Такой стих. «Молодые люди, спасает не начало, а конец. У вас сегодня самый прекрасный день в вашей жизни. Или один из самых прекрасных дней. Вы чувствуете свое сердце, вы вдохновлены, у вас много эмоций. Этот день был действительно прекрасный для вас. И еще продолжается. Но поверьте, жизнь христианина – это не просто радость, цветы. Жизнь христианина полна скорбей, трудностей, переживаний. И пусть Бог поможет вам, чтобы сохранить Божью заповедь в своем сердце чисто, неукоризненно, до пришествия Иисуса Христа или до вашей смерти. Чтобы вы были верующими до конца своих дней жизни. Пусть Бог благословит вас. Братья и сестры, хотел бы прочитать место из Писания для нас с вами. Впереди у нас заповедь Божия, которую мы будем совершать. Преломление хлеба. И хотел бы поделиться словом из первого послания Коринфянам, первая глава, с 18 стиха. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Из 22 стиха. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для еленов – безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов – Христа, Божью силу и Божью премудрость. Братья и сестры, мне глубоко коснулось это слово, когда я читал его. И рассуждая о нем, я думал, ну как же ж так? Почему для одних людей слово о смерти Иисуса Христа на Голгофе, о его страданиях, о пролитой крови, о его невинности и чистоте, которую он имел и за его жертву, за всех людей, почему это слово кажется смешным, кажется глупым, кажется неудобно вразумительным? Нансенс, говорят так. Зачем оно и так нужно? Люди так рассуждают. И многие сегодня отказываются от этого слова и не принимают Христа распятого, не принимают его как спасителя мира. Они смеются с верующих людей, они крутят возле виска пальцем, говорят, это фанаты, это люди, которые выжили из ума, для них это юродство кажется, что-то смешным, что-то чем-то безумным. Слово о кресте, слово о распятом Господе на кресте Голгофском. И я себе думаю, Господи, каким бы им открылось это сердце, их сердце, чтобы они приняли это слово, но нет, закрыты. И апостол Павел здесь как бы распределяет этих людей на две категории. Одни иудеи, а другие елены. Он говорит, что иудеи, они ищут чудес. Кажется, иудеи, которые знали Бога, которые дано было познать Бога, они заняли позицию, что искали только чудес. И апостол Павел осуждает их, говорит, что неправильно вы поставили приоритеты в жизни своей. Вам нужно было Христа увидеть, а вы чудес искали всю свою жизнь. И я так проследил по Писанию и думаю, действительно, сколько есть мест, которые подтверждают это. Написано, что когда Христос был на кресте, то люди говорили, и превосвященники в первую очередь, сойди со креста, и тогда мы уверуем в тебя. Они искали чудес. Ирод, перед ним стоит Иисус, уже побитый, уже окровавленный. И он смотрит и ожидает, не сделает ли он какого-то чуда. Вся их ситуация, их жизнь была наполнена тем, что они искали чудес. Они не искали правды, они не искали истины, а искали чего-то такого, чтобы было действительно чудесами. И даже сам Христос, в Евангелии от Иоанна, 4 главе, 48 стихом, говорил так. Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Эти люди, они были в таком состоянии, и это была крайность. Бог сам творил много чудес, и Иисус творил много чудес и знамений. Да, это так было, но человек, который верит в Бога, он не может основываться на чудесах. Он должен верить в Христа распятого. И вы знаете, даже так, как бы обращаясь к нам, и мы иногда, как христиане, обращаемся к чудесам, и ждем чего-то особенного, и на это уповаем, на что-то такое, что, может быть, где-то случится и произойдет. А забываем, что уповать надо на Бога живого, на Христа распятого, в котором есть наша сила. Ибо слово о кресте – сила для тех, кто верует в Него. В Нем есть наша сила. Когда мы больны, мы ждем какого-то чуда, а забываем уповать на Бога, который был распят на кресте. Там на кресте произошел обмен, там наше исцеление, наше спасение и так далее. А мы уповаем на что-то другое, на чудеса. Другая группа людей, апостол Павел говорит, это елины. Люди, которые базировали все свое знание или свою веру на знаниях, на философии, на психологии, объясняли вещи, которые происходят на этой земле земными мерками. Они искали этого всего, они искали мудрости, но это была земная мудрость, человеческая. И в 21 стихе здесь говорится, что через такую мудрость невозможно познать Бога. Невозможно! А они пытались через земную мудрость познать Бога. А так не бывает. Так не бывает. И вы знаете, я знаю, что и наши молодые люди, и многие в церкви нашей, мы сегодня идем и получаем знания в колледже, мы сегодня ищем знания каких-то там наружи, и она человеческие знания, человеческая мудрость, и вроде бы важна в каких-то определенных ситуациях, но нельзя забывать, что вся наша мудрость и сила находится в кресте Голгофы, в Иисусе Христе, там наша мудрость и сила, потому что только там она есть. И вы знаете, я встречался с одним молодым человеком, он окончил колледж и получил мастер-дегри, и он был из числа верующих людей, его семья верующая, а он отказался от Бога, он увлекся земными знаниями, он увлекся земной мудростью и стал сопоставлять, где крест Голгофы, такой, кажется, проповедь такая простая, и мы ее сто раз слышали уже, кажется, сколько можно об этом говорить, а вот здесь так много знаний, так много мудрости, и он увлекся и потерялся, и потерял спасение, и его сердце ушло далеко от Бога. Сегодня так бывает, когда люди уповают на земные вещи, но слово о кресте для нас, спасаемых, есть сила Божья. И я хочу прочитать еще из Евангелия от Иоанна, 19 глава, о том, как Христос был распят, 16 стиха 19 главы. «Тогда, наконец, Он, Пилат, предал Его им на распятие, и взяли Иисуса и повели, и, неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». И 30 стих. «Когда же Иисус кусил уксуса, сказал, «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух». Братья и сестры, сегодня для нас не стыдно проповедовать об Иисусе Христе. И, может быть, мы слышали эту проповедь множество раз, и нам кажется, ничего особенного, ничего нового, но именно в этом слове есть сила Божья. И мы не должны стыдиться этого, но каждый раз говорим и провозглашаем эту силу, и говорим, что именно там, на кресте Голгофы, есть наша сила. Для нас, верующих, которые спасаются, есть наша сила. Если мы сегодня больны, куда нам идти, братья и сестры? До креста Голгофы, там наша надежда, там наше упование, там есть какая-то надежда, которую врачи никто не могут дать. У нас она есть. Там, на кресте Голгофы, если не хватает у нас силы какой-то, а мы говорим, приходим ко Христу и говорим, «Господи, помоги мне». А Христос говорит, как тому человеку, «Если можешь веровать, то все можно верующему». Он говорит, «Господи, помоги, мы ему не верю». Он показывает свою слабость, что я не всегда могу так крепко верить, но знаю, что ты сильный. Разве мы не в таком же самом положении, братья и сестры, когда смотрим на свою ситуацию, на свои проблемы, и мы говорим, «Господи, верим, что ты сильный, но у меня так мало веры, помоги мне». И Бог помогает. Почему? Да потому что на кресте Голгофы та сила есть, и она дана для нас, верующих во имя Его. Когда мы говорим за свою семью, за свою работу, за множество всех наших аспектов жизненных, Госговский крест, он дает нам спасение, изменение нашей ситуации. Если мы сегодня в какое-то уныние зашли, какие-то такие трудности пришли, наш брат один, обворовали, дом, все, кажется, все потерял, уныние приходит в сердце. Да, по-человечески, но где надежда наша, там на кресте, она есть для нас. Мы уповаем на Него и верим, что все, что есть на земле, оно пройдет, оно исчезнет, оно сгорит. Вечная – это моя вера, это моя жизнь с Иисусом, и мы будем с Ним в небесах. И это ценнее, это лучше, и там на кресте Голгофы Иисус забирает уныние, а взамен дает радость. Он дает эту радость. И там на кресте Голгофы это есть для нас. Братья и сестры, давайте мы обратимся к Нему. Я знаю, что у каждого из нас своя ситуация, свои проблемы, свои переживания, но верю, что Бог может дать нам свою силу, может дать нам свое благословение. Поэтому обратимся к Нему, ибо для нас спасаемых Слово о Кресте есть сила Божья. Аминь, братья и сестры, молимся. Аминь, братья и сестры, молимся. Аминь, братья и сестры, молимся. Благослови нас, Господи, благослови нас, Господи. Благослови нас, Господи. И в этом служении проси. Слово о Кресте. Слово о Твоих страданиях. Пусть проникает в сердце. Пусть эта сила Божья не ходит в наши сердца. Чтобы мы могли сегодня поднять Свою голову. Чтобы мы могли укрепиться. Чтобы мы могли с радостью и велики, Господи славит имя Твое. Аминь. По-человеческим и славый Господь. По-человеческим опускаешь твои руки. Но когда на Кресте Господь не даешь нам свободу. Аллилуйя. Субтитры подогнал «Симон» 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 Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующего не погиб, но имел жизнь вечную». И 17 вирш, «Ибо не послал Бог Сына Своего мир, чтобы судить мир, но что мир спасен был через него». Сидайте, будь ласка. Дорогие мои братья и сестры, сегодня особенный день в нашей церкви, святковый, торжественный день. Мы радуемся про то, что 21 душа, молодые люди, которые заключили завес Господа в своё життя, посвятили для Бога. Они желают служить Господу. И мы рады за вас, дорогая молодь, чтобы вас Бог благословить. Вы сделали правильное решение в своём жизни, когда выбрали Иисуса Христа своим спасителем и идти за ним. По правді, Господь, тот, который благословляет уже на этой земле, жизнь устрояет. Я люблю сказать, что намного лучше жить с Иисусом. Это сильные благословенные семьи. Это здоровый образ жизни. Это прекрасное жизни. А самое основное – это то, что Господь приготовил для нас вечно прекрасное и непроходящее. Прекрасное небо. Там, где улица чисто золото. Молуй, дорогая, однажды я вас божаю. Оставайтесь вирными Господу до конца своего життя. Вы знаете, мы всебудивничьи, мы будуем Христову Церкву. Ибо мы соработники Его Господа. Дорогие мои, как важны вам нам, как и драгоценные камни, устрояйте себе дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Как эти драгоценные камни мы вкладываемся в Христову Церкву. Дорогие мои, как и Господь поможет нам быть верными. Апостол Павел каже, домостроительность же требуется, чтобы каждый оказался верный. Самое большее, что хочет Господь. Як добрый житель в семье, то не коли верность между человеком и женкой. Когда я прекрасно взаимовидносный с семьей, между человеком и женкой, между батьками и детьми. Я хочу сегодня, Господь, чтобы мы могли прекрасный взаимовидносный с нашим Господом. Чтобы мы любили Господа, любить Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением вашим, всей крепостью. Искрить греху нет, а для Господа да. На все життя, свое життя я веду и для Господа. Все целое целиком. Хай Господь, что Бог благословит. Как автору новой вершакары, есть и жизнь. С тобой поступит сурово. Заметет дорогу впереди. Все равно сильнее стиснув зубы. Не сходи с начатого пути. Хай Господь, уважаю, цей путь, який вы выбрали, на який стали ваши ноги, до кинца дойти, дойти до вечности. С нашим Господом. Я верю, что Господь поможет. Если будете смиряться перед Богом, любить Господа, просить Господа помощи, Господь поможет. Не надейтесь на свою мудрость, на свои силы, на свои знания. Потому что сами не дойдемо. Але, Господи, пишите, со Христом я дойду. Все равно я дойду, чтобы предстать перед Отцом в небесах. За Иисусом идейдемо до небесной Вечизны. Перед нами служение. Вы завершили одну заповедь, видимую. Вы свое життя посетили для Господа и мали святого дохрещения. Сегодня будете участвовать в другом заповеди. Вечеря Господня, трапеза Господня. Кто будет есть тело от хлеба всего, не пить из чаши, смерть Господь возвещает. Кто будет иметь в себе життя, життя вечное, життя прекрасное, життя переможное. А кто не будет иметь, не будет пить, не будет иметь в себе життя. Сегодня мы вспомнимо за смерть нашего Господа и его страдания. Я прочитал это место, ибо так вас любил Бог мир. Бог доказал свою любовную делью. Так полюбил этот свет грешников. Людей, сотворив человека по образу своему, по подобию своему. Это был венец Божего творения. Господь радовался, Господь общался с людьми там в Едеме. А когда человек грешила, зарплата за грех – смерть. Бог любил людей. Бог подавился на людей и решил, как спасать человека. И Господь приготовил путь спасения. Господь приготовил действительно решение этой проблемы, проблемы греха. Он из Своего Единородного Сина. Людей, когда Господь Евгений сказал, кто пидет для нас, кто пидет защитить людей, спасать людей, взяти грехи их на себе, чтобы быть пригожденными на деревья. Син Божий сказал, отчем я пойду. выконать волю Твоей святую. Иисус Христос, ради Тебе и меня, чтобы Тебе и мне тривали життя, и життя вечное, госта у неба, хоре ангелев, слава небесная, отца небесно, пришел на эту землю, выдав свое життя, чтобы Ты и я мали вечное життя, и мали життя с надбанем тут на земле. Ибо так вас любил Бог мир, что отдал Сына Союз народного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Церковь, дорогая, дякуймо Господу, что Господь так нас полюбил. Я часто люди кажут, я люблю Тебе, а на деле мы не бачим, что там есть любовь. А Отец небесный на деле доказал, доказал нам, выдавши своего Сына однородного, любимого Сына на смерть, на алгофу. Автор Родей Писника так. Любовь сошла с небес на крест кровавый. Ты возлюбил, так возлюбил Бог мир, что Сына Он оставил, что грешник может быть простен, Христом простен. Ты все от жизни взял, но как ты беден. Мир накормил тебя полынью, а не хлебом. Здесь есть один, Он плакал о тебе, Он говорит, приди ко Мне, приди ко Мне. Он не пришел к святому фарисею, пришел Он к грешнице, к слепому Артемею. Он раны их с любовью исцелял и от грехов освобождал. Он шел с крестом на смерть, на осуждение. Он шел за нас с тобой и был отвергнут всеми. Он знал, что ты к Нему еще придешь, с глазами мокрыми, а слез к Нему придешь. И блажен и тот, кто пришел к Иисусу. Можно с глазами мокрыми слез, со слезами, но пришли к Иисусу и сказали, Иисус, я люблю тебя. Я свое життя выдаю для тебя. Я хочу идти за тобой. Я хочу служить тебе, выказать волю твою, и достигнуть вечности там, на небесах. Церковь дорога. Читаем Иисус, Слава Божию, как мы завжди читаем. И мы будем приходить до второй частины хлеболомания. Апостол Павел каже, тот, який видал свое життя для Господа, сегодня, может, человеку запомнил Господь на дороге в Дамазск, и який сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь ему сказал, и свое життя посвятил для Господа. И в одном месте, я знаю человека, не хвалю, не кажу, что я был тот человек, а все богослови кажут про то, что это Павел был. Знаю человека, который был восхищен от третьего неба. Не знаю только в теле, не метело, и слышал неизвеченные слова Господи. Может, я в той момент апостол Павел принял от Господа слово, как зрушатый вечерю Господню. И как же так? Ибо я от самого Господа принял, тот, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб, и вас благодарил, преломил, и сказал, примите, идите, это есть тело мое, за вас сломимое, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечернии сказал, это чаша есть новый завет в моей крови, это творите, когда вы только будете пить в мое воспоминание. Церковь, дорогая, давайте мы встали наши ноги, мы будем сгущать молитву за хлеб. Братя и сестры, на наших руках мы тримаем уходи. Давайте мы завершим молитву, хай Господь благословит нас усіх, благословит служителей, которые будут ломать, которые будут разносить, умножить веру в нас. Розуміємо, что этот хлеб мает силу тила Христового. Я люблю сказать, если женщина протоколилась до края Одессы и получила исцеление, сегодня мы будем кушать от тела нашего Господа Христа и пить от его крови. Завершаем молитву, хай Бог благословит нас и даст нам принимать как тело его святое. Молимся. Боже наш, еще раз и час перед тобой истима Господня. Одесса молитву для Тебе, Господи, Боже наш. Аллилуйя, 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 Святый Абе, Отче, карман Тебе, раби зурбиш, прави Тебе, прави Тебе, прави Тебе, прави Тебе, прави Тебе, прави Тебе, грамм, прави Тебе, Господи. Аллилуйя, Боже наш, Аллилуйя, Святый Абе, Святый Абе, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дорогие друзья Слава нашему Господу Слава Богу Среди моих песен Есть одна песня Посвященная Дню Крещения Крещаемым Кажется уже два года Я ее не исполнял Пусть Бог благословит И вдохновит вас Дорогая молодежь Служить Богу Верить Ему И быть верными Ему всегда Спасибо Верить Ему Господи верю Верю Ты есть истинный Бог, Ты создатель мирового Божия. Верую, верую, всем сердцем верую. Небеса и земля, и все Божьи дела убеждают меня. И я верую. Небеса и земля, и все Божьи дела убеждают меня. И я верую. Верую, все Божьи, я верую. Он за грех мой страдал, на кресте умирал. Будьте верую. Верую в Иисуса, я верую. Он из гроба восстал и меня оправдал. Нет сомненья в душе, да я верую. Он из гроба восстал и меня оправдал. Нет сомненья в душе, да я верую. Обещаю, Господь, обещаю Тебя сердцем любить, совещистой хранить. Обещаю, обещаю, навсегда обещаю. Нет дороги назад, там погибель и ад. С Твоей помощью я обещаю. Нет дороги назад, там погибель и ад. С Твоей помощью я обещаю. Памятным этот день будет памятным. Бог мне жизнь изменил, дверь неба открыла, как радостно. Имя мое в книге жизни записано. Когда Бог мой грядет, Он меня позовет, и войду я на небо торжественно. Когда Бог мой грядет, Он меня позовет, и войду я на небо торжественно. Бог мой грядет, Он меня позовет, и войду я на небо торжественно. Господи, видишь, мир развращен, от Тебя удален, Боже праведный. Милости Твоей прошу, милости. Дай нам святость хранить, мир светом, чтоб быть за Тобою идти путем истинным. Дай нам святость хранить, мир светом, чтоб быть за Тобою идти путем истинным. Верую, 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 обещаю, Господь, обещаю. Слава Богу. Дай нам святость хранить, мир светом, чтоб быть за Тобою идти путем истинным. Дай нам святость хранить. Здесь мы слышим голос Бога. Слава Богу. Едина благодать, а единство церкви целой Нам сегодня ощущать. Он наш мир и соблюдает через земли и моря, И повсюду наблюдает, как твоим огнем даря. Твои дети прославляют твою вечную любовь, И повившим возвещают искупительную кровь. Видим мы тебе поющим, Старящим тебя вела. Хрест твой радостно несущий, И благость и исцелях, И восторг и воскливаем, Боже, с ним мы одно, И тебя мы восхваляем За единство, что дано. И светлее льется белье, Белье с ним и мы одно, И благость и исцелях, И благость и исцелях, И благодаря всему, До всех, кто хотел быть участниками Трапезии Господь. Проте незаметно вас прошло мимо слева, Дайте знать про себя. Если есть, тогда давайте знать. Продолжение следует... 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 Чтоб ты сам стал причастливом жизни. Оцени, что я хвост, Своей руши в круг креста, Ищем здесь на пути отчизни. Боже, берешь, уменьшай, Чтоб на них задержись, Чтоб принять ей устава в воскресенье. Эта чаша твои и спасенье и жизнь, Кроме сына твоё преступление. Вот ответственный этот момент для тебя, Осторожным и столью Господней. Недостойных руках Ищем здесь на пути отчизни. 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 Там наше искупление. Церковь дорога. Я хотів би, щоб ми з нашими думками сьогодні пішли на Голуговку. Подивились на розпятого, на того, який раді тебе і мене. Продягнув руки і ноги, він пішов добровольно, Щоб тобі і мені дарувати життя. Святий безгрешний Агнець взяв твої і мої гріки на себе. І подіс їх на Голуговку. Поправді, він не заслужив того. Сам Пілат, римський прокуратур, сказав, я не бачу в ньому ніякі вини. Як я відпущу його, але народ ізраїльський, єврейський народ кричав, Розпни його, а дай нам вараву. Неправильний вибір зробили. І син Божий пішов на Голуговку. Він розумів і знав, для чого він йде. Поправді, той, який мав силу і власть. Як я казав Петрою, в цей час Петро, вложійка мечто і в ножни. Чи ти думаєш, я не міг би молити Отця Мого Небесного? Вистав би мені болі 12 легіонів ангелів. Вони защитили мене. Але я для того і прийшов. Я для того і прийшов, щоб пострадати. Щоб померти там на лгофі. Щоб взяти гріки всіх людей на себе. Святий безгрешний Агнець і прибитий до древа. Петро вложій мечто і в ножни. Тому що взявши меч, від меча погиб'є. Церква, дорога, за нас Син Божий прийшов. Ви знаєте, як не просто, Олехо, коли ти знаєш, що тебе чекає. Син Божий знав досконало, що його чекає. Що на нього буде плівати. Що він буде безображений паче всього чоловіка. Що його розпнуть, що й буде на лгофі. Знав, для чого йде. Куди йде і що його чекає. Але при цьому тому добровольно прийшов. Раді тебе і мене. Щоб ти і я мали життя і життя вічне. Мали прощення. Щоб нас освятити. Щоб нас зробити дітьми своїми. І сьогодні мають діти Божі. А апостол Павка. Єсні діти наші наслідники. Це наслідники Христу. Дорогі мої, ми наслідники Господні. Щоб прийняли славний день, коли наш Господь забере нас з Тебесні оселі. І там завжди будемо з нашим Господом. Хай сьогодні ім'я Господня буде прославлено. Давайте будемо завжди славити Його. Дякуйте Його за те, що Він все зробив для спасення нашого. З нашої сторони осталось прийняти даром. Спасіння, яке дарить для нас наш Господь. Друже, як хоче свій подога, є сила в крові, сила в крові, Сила Божа, чудовина я в крові. В крові Христа. Сила Божа, чудовина я в крові Христа. Чудовина я в крові Христа. Хочеш ти пристрастий, гордий святки, Есть сила в крові, в крові Христа. Сила Божа, чудовина я в крові Христа. Есть сила Божа, чудовина я в крові, в крові Христа. Хочеш ти будь бійши за сні, Есть сила в крові, в крові Христа. Христа. Сила Божа, чудовина я в крові Христа. Христа. Чудовина я в крові Христа. Будь предчистит крови Христа. Господь, почечный мир послужит, И силам крови, силам крови. Почечный тяг, Иисусом хвалит, И силам Его крови. Сила Божья, чудо диняя крови Христа. Сила Божья, чудо диняя, У предчистит крови Христа. Сила Божья, чудо диняя. Сила Божья, чудо диняя. Сила Божья, чудо диняя. Сила Божья, чудо диняя. Братини, замітно вас дайте знати про себе. Буде дана вам можливість. Нікого не минули, браті. Божья. 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 Божья, чудо диняя. Божья. 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 Дорогие мои братья и сестры, Церковь Господня, которая была участником моего тела и крови Господней, по благодатии Всевышнего Бога, скажем, слава нашему Господу! Мы сейчас вершим молитву благодарности, хвали всемогутнему за ту благодать, которая дарована для нас сегодняшний день. Мы в мире, никто нас не препятствовал, совершали служение там, на березе. И снова тут мы разделили мисловое тело и крови Господа нашего Иисуса Христа, и мы одно. Но среди нас новые члени, которые вступили в заповедь с Господом у этот добрый, прекрасный час. Но я сейчас читаю несколько версий, и из Евангелии от Луки, и мы помолимся, воздамо ему славу и снова будем просить благословения, чтобы Господь благословил этих новых членов. 21 душа приедет к церкви. Господи благослови их. Читаю слово. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, и по прошествии их взалкал, напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу, братья и сестры. Иисус возвратился от Иордана. Мы понимаем, в какой час он возвратился, в тот час, когда он принял хрещение от Иоанна на речи Иордан. И он возвратился в духе, я понимаю, в духе сили святой благодати, где зашел на него дух святый в виде голуба. И он был в пустыню для искушения. Дорогие братья и сестры, которые вступили в заповедь с Господом, перед вами тоже будет не одно искушение, не одно искушение, но сегодняшнего часа, хай бы повернулися просто не в памятни с букетами, с обильными поздравлениями, но сегодняшнего часа, чтобы дух святый и сила Господня наполни на ваши сердца, чтобы вы в духе пішли в это жизнь и с полной победой. И для того, церковь, дорогая, мы завершим эту молитву и имеем эту возможность, я думаю, что мы, все служители, повернемся в старую их и разом с церковью благословим каждый из них. Аллилуйя! Церковь Божия, подними голос молитвы, ибо им, Боже, нелегко будет и придется бороться в борьбе и искушениях. И мы все хотим, чтобы они остались верными. Аминь! Аллилуйя! И тому, да благословить Господь всю церковь в единстве и в мире, благодать от Господа в духе святом, мы завершаем эту молитву. Аллилуйя! Аллилуйя! Раміне гримен, фремене гесту, перебіре, кута рамен, фрамене гейтес комен. Г system. Господи, благослови! Благослови твий народ, рамене вервереграузис комен. Благослови благодатью духам жизни. Благослови хричаевым рамене вервереграузис комен. Да веселою Бога Всевышнего взнеслась, хвала Тебе. Рамене грейтес комен. Кармене верверегройдес комен. Нурабана арабана гройдет. Орміне грудас крамене верверагройзис комен. Аллилуйя! 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 Слава! Аллилуйя! 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 полное познание истины Твоей, чтобы их сердца открыты были для познания истины Сына Божия. Аллилуйя! Благослови, Господь, что они истинно ходили перед Тобою страхи и пребули вечно с Тобою, Боже, они посвящены Тоби, Христу Богу жизни, Тоби хвала и честь и слава Богу, Тать, Син Дух Святий. Аминь. Братя и сестры, можете присисти, будь ласка, на свои места. Зараз мы будем мать материальное служение. Но я попросил бы, чтобы наши братья молодые, группа ВФИ, которые будут скоро отправиться на Украину, в середину не будут идти кидать на миссию. Не просто так, только подивиться Украину. Вони родились тут в Америце, я розумію, в основном. Но они поедут, чтобы там потрудиться во имя Господа, для славы Божьей. Побути в дитячом интернате, послужити тим дитям, які є. Мы не понимаем, что сегодня неспокойный час на Украине. Будем молиться за них, чтобы их Бог благословил. Хранил в дороге, оберегаю их там, на месте. И чтобы благословил их перебивание там. Чтобы они приехали с полным энтузиазмом, и чтобы больше служили Господь, и славили Господа. Я просил, чтобы братья Рави, и славили еще песню. Будь ласка, братья, если есть возможность. И потом мы за них завершим молитву. Потом мы поздравим наших хрещаемых, вручим им сертификаты и Библии. А сейчас подчас пива, будь ласка, братья. И подчас пива материального служения. Будем жертвовать во имя Господа. На дело Божье. Будем молиться дальше и ждать. И я верю, что скоро придет час, когда нам дадут дозвіл, дадут пермиты. И мы будем делать реконструкцию, чтобы все места хватило. Так что жертвуйте на будивельный фонд. Жертвуйте на нас General фонд, общий наш фонд. Хай вас Бог благословит. И недавно мы мали похорон. Так что кто должник на похоронный фонд, так что жертвуйте на похоронный фонд. 15 долларов на похоронный фонд, потому что мы похоронили сестру Христю Залуцку. Боже благослови меня всем. Будь ласка, братья. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бо Бога дала нове життя Дала нове життя Дала нове життя Дала нове життя Но я так смотрю, что все как-то так отнеслись с холодкою. Наверное, ждали, пока Евгений выйдет и уже объявит конкретно, и будут тогда все сдавать. Братья и сестры, это выезд от церкви мы делаем, мы делаем собрание для них. Мы проводим с ними время, общаемся. Это дети воскресной школы. Пожалуйста, после служения подойдите. Сегодня практически последний день. Может, еще в среду мы сумеем собрать что-то, но в субботу уже едем, мы не можем ждать долго. Через то подойдите в братскую комнату, там будут сестры, они примут у вас деньги, дадут вам аппликации для детей. В воскресной школе будет такой выезд проходить. И также начинаем мы объявлять, что будет проходить подростковый кемп. Он будет в августе, с 6 по 9 число. И через то все подростки, которые занимались в подростковой школе, вы можете пройти в братскую комнату сегодня. И в течение вот пару недель мы будем собирать аппликации, будем раздавать. Поэтому подходите в братскую комнату, там будут сестры. Берите аппликацию, заполняйте ее. И сдавайте, as soon as possible, сдавайте applications. И мы будем иметь подростковый кемп с 6 по 9 августа. Через то пусть Бог благословит. Спасибо. Вот если вы видите нас, вид видов Даниил Калиновский, который трудится в Канаде. И он час и час проведет нас. Он имеет несколько слов сказать, будь ласка, Даниил. Дякую, пастор. Это хорошо. Действительно хорошо попадать там, где праздник. Все довольны, все благодарны Господу. Я действительно рад побывать сегодня с вами. И я не жалею, что мне не было возможности проповедовать целую проповедь. Я очень много проповедую в своей церкви два раза в неделю точно. Поэтому я даже немножко отдохнул среди вас, но... Я хочу сказать следующее. Ваши братья были очень благосклонны ко мне. И когда я в прошлый раз был в вашей церкви, я привозил с собой мои диски. Я пару слов скажу об этом. Я абсолютно не собираюсь манипулировать вашими чувствами, но просто как оно есть. Я сегодня тоже привез несколько дисков с собой, которые я никогда не провозил в вашу церковь. Но я вам скажу, какая моя нужда. Поймите меня правильно. Я просто вам скажу, но я не побуждаю вас. Просто хотел бы диски вам предложить. Случилось так, что за последний год-два я сильно заболел. Я практически потерял свое зрение. Процентов 90 потерял. И меня начали отказывать почки. Осталось 15% всего лишь. На глаза мне сделали операцию. Мне вставили импланты. Я начинаю видеть. Я начинаю ездить сейчас. Это первая поездка, к которой я поехал. Почки необходима трансплантация. Это единственное, что говорят врачи. Я молюсь, я верю, но просто, вы знаете, я нахожусь в Канаде как миссионер. Я не имею права на жительство постоянно. Я визитер. И я открываю визы. Я очень сильно растратился финансово. Из-за того, что я не мог ездить, я не мог содержать свою семью. И очень дорого мне обошлось и обходится медикейшн. Поэтому я привез диски. Я бы хотел предложить вам их. Если вы будете столь любезны, пожалуйста, можете подойти. Где-то там на улице, я думаю, будет по конце собрания. Я имею три диска. Я вам скажу. Одна проповедь. Я ее проповедовал для себя. Я очень много проповедовал. Очень много учил людей. Но когда коснулось меня, я пересмотрел всю свою библейскую теологию. И однажды я подготовил проповедь для себя лично. Я ее проповедовал. Но мысленно я сидел в зале и слушал все, что сам говорил. Эта проповедь называется «Приходящий к Богу должен веровать». Есть еще один диск. Он называется «Неся крест в свой, Он, то есть Христос, вышел». Это тоже о спасении и прощении, бесцелении. И еще одна проповедь «Что говорит Библия, если ты попал в нужду?» В нашей церкви люди абсолютно новые. И они хотят знать, что делать, когда попадаешь в нужду. И я им подготовил эту проповедь. Я сегодня имею с собой. Есть импетри-диск, допустим, проповедь, которая мне нравится проповедовать. Даже в церквях, как ваше, называется «Для чего я хожу в церковь?» Интересно просто подумать и написать одним предложением. «Для чего?» Я буду очень благодарен вам. Если у вас нет денег, подойдите, я вам подарю. У меня немного дисков осталось. Я думаю, может, не хватит. Хватит, не знаю. Но я просто благодарен. И, пожалуйста, молитесь за меня. Я не знаю. Единственное, что осталось, это только вера и надежда на Господа. Больше врачи помогать не могут. Спасибо за ваше внимание. Пусть благословит вас Богу. Я объяснял Данику, что у нас, так приняли братья, такое решение, не продавать церкви, диски, книжки, чтобы не заниматься продажей. Но, как я сказал, как исключение для Даника, мы даем возможность. Ну, хоть мы говорим, а другий – оборот речи. Можете взяти диск, но пожертвуйте на эту его нужду, на его потребу. Он мне еще раньше звонил и сказал, что один укол стоит 1500 долларов. Треба сделать, доктор сказал, четыре укола, и тогда, возможно, есть еще надежда. Ну, после того уже сделали операцию для него. И я сказал, как исключение, понимая его финансовое положение, мы ему дозволяемо в церкви, чтобы предоставить для вас эти диски, а вы пожертвуйте на них. Пожертвуйте в имя Господа для его семьи, на эти его расходы, которые есть. Братя и сестры, значит, в четвернюю мы будем мать нашу братскую беседу. Братский совет, чути, братерская рада, будь ласка, пройдите в четвернюю нашу братскую беседу. Мы будем мать деякие вопросы, будем решать. Значит, еще одна объява. Вы знаете, сегодня, я бы сказал, радостный день, счастливый день. Мы радуемся про то, что наши молодые люди, брати и сестры, вступили за вес с Господом, посвятили свое життя для Бога. Хай их хрест, но Бог благословит. Береже их, и самое главное, дасть силу устояти в искушениях. И искушения будут. Сегодня Коля Кравчук читал это место писания. Когда Иисус Христос принял водное хрещение, это не значит, что уже сразу сила такая наповнил его, и все. Ниакой трудности, переживания и искушений. Сразу был выдъем в пустыню для искушения дьявола. Будет дьявола искушения, но будьте верны Господу, против него станьте ему твердой верой, и его бежит от вас. Христос три раза против него стоял, и отошел от него сатана, и поступил ангели Божьи, и укрепляли его. Так делайте вы, молодые дороги. Ха вас в цьому раз на Бог благословит. Ну и еще такая объява. Сестра Єва Гериллев, будь ласка, Сестра Єва и Гериллев, невдобно, да? И брат Володя. Сестра Єва и Володя, они не дивуются сидеть разом. У них уже есть семья, они звенчені. Єва и Володя. Сестра Єва, человек помер 25 лет назад. Она оставалась одинокий. Брата Володя и дружина померла тоже. Они законные, которые имеют повное право объединять свою долю. Сидайте, будь ласка. Вы знаете, апостол Павел говорит так. Жена связана с законом, доколе жив муж. Если же муж умрет, свободно выйти замуж за кого хочет. Только в Господе. Ну, а сам Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Незалежно от возраста. Не сказал, в таком возрасте, 18-20 лет, как наши молодые люди выходят. Не сказано, правда? А просто сказано, нехорошо быть человеку одному. Я так и брат Володя сказал, что скучаю, не стал дружиной. Прийдешь. Привикли люди бути разом. Так что, хавес Бог благословить. Брат Володя и сестра Єва. Божого благословения. Читаю записочки, которые поступили. И мы будем мать нашу остальную молитву. Мы запросим от этих друзей, которые будут идти на Украину, чтобы сброшить за их щиру молитву. Церковь Божия, подякуйте Господеве нашему. Разом зі мною за мою дружину Любу. Вчора їй випунуло 75 років. З її дня народження весь час, який ще залишився, нехай буде благословенна Богом нашим. Брат Степан, поздравляемо сестру Любу, хай Бог благословить вас. І дальше, скільки назначу життя, буде з вами і не залишаю ніколи вас. Помолите, будь ласка, за нашого сыночка Ілюшу, в якому будуть робити операцію у вівторок. Нехай сам Господь управить руками лікаря. І щоб все було благополучно, ми надіємося на милість нашого Господа. Дякуємо за вашу молитву з просьбою Віталії Вєра Губарик. Будем молитися, тому що переживання Віталіка Губарика і Вєри, він вже не раз говорив, будуть робити операцію маленькому їхньому сыночку Ілюші. Хай Господь сам управить лікарами, щоб операція пройшла успешно. Братя і сестри, ми разом з вами хочемо подякувати за благополучне народження нашого сыночка. Нехай Господь благословить його з перших днів на все його життя. І буде благословіння в церкві. Куда не ступила його нога? Він був для Бога сім'я шиндорук Вадім і Такері та вся родина. Дякуємо. Поздравляємо Вадіма і Такері, що родився ваш сыночок, хай він виростає в славу Божу і вам на радість. Братя, у мене є об'явлення. Ага, ну це Євгеній вже зробив об'явлення. Просив церкву помолитися за сина, щоб Бог сохранив його, градив його від гріха. Батьки просять. Молитися за Анатолія Бабець. Просить мама і дякується за молитву. Ну і таке об'ява ще. Сьогодні ще можуть люди зайти в третій зал, щоб придбати там продукти, які приготували наші друзі. І це шерсткий бізнес, це для блага церкви нашій. Виречені гроші йдуть на церкву, на придбання інвентаря для кухні. Тому що в майбутньому, дай Бог, ми построюємо зал центральний, це буде свадебний зал. Тут буде гарна кухня, я віру. І наші молоді брати і сестри, які женяться, заміж уходять, будуть мати хороші условия. І це для того фінанси збираються. Щоб церкви не тратити, тому що у нас і так великі розходи. Як ви вже знаєте, у нас в місяць розходи 50 тисяч. Місячний розход. А вперед, що будівництво. Так що хай Бог було створювати всіх вас. Жертвати в ім'я Господа на діло Боже. Хто має ще нужду якусь, будь ласка, сказати, будь ласка. Друзі, які будуть тіхати на Україну, будь ласка, виходьте вже наперед. Виходьте, ми звершимо молитву, після молитві ми поздоровимо наших друзів, хрещаємих, вручуємо біблії і сертифікати. Будь ласка, виходьте всіх, хто буде їхати на Україну. Група ціла. Це місіонерська поїздка, далека дорога. Це не те, що в Мексику, трошки далі. Тим більше неспокійний час сьогодні на Україні. Будемо малийся, щоб їх облагословив, щоб вони послужили там благословінням. Щоб ви повернулися назад до Америки і оцінили життям в Америці. Ви знаєте, я не раз кажу, нам треба благословляти нашу молодь. Хай їдуть в Мексику, хай подивляться, як люди ще живуть. Тому що діти наші, які виросли в Америці, вони не знають, як десь люди ще живуть. Як бідують люди. І коли приїдуть сюди, починають оціняти життя. Відкриваючи холодильничок, вони не скажуть, мамо, нема що їсти. Ніколи після того не скажуть, коли подивляться, яка ніщита в Індії, в Мексиці. Ну і даже, коли поїдуть в інтернат, тому що по-різному живуть на Україні сім'ї. Але коли побудуть в інтернаті, серед бідних сиріт, вони трошки побачать і оціняють. Як добре, коли в їх батьки рядом, коли до статок, ізобілля. Будь ласка, всі, хто буде з ними їхати, Галя, Льоня, Кальчик, хто ще є. Хто буде їхати, будь ласка, виходьте теж наперед. Всі старші, батьки, які будуть з ними разом їхати, виходьте теж наперед. І буде ціла група їхати. Ми за вас будемо молитися. Льоня Грошина нас вчитає, так? Льоня, проходь. Слад. Давай, виходь. Роман. Ще хто їде? Ще хтось? Льоня, ісце, так? Добре, що будуть з ними взрослі їхати. Серйозні люди, які будуть наблядати, будуть з ними разом. Льоня, проходь наперед, будь нас, котре. Церква, дорога, давайте ми помолимося. За всі ці нужди ми звершимо гарячу молитву. Благословуємо наші друзі, які будуть їхати, летіти на Україну. Щоб їх там Бог благословив, цю поїздку. Що вони повернулися дійсно, і ми почули потім хороший звіт з України. Що ваші друзі послужили благословенням для нас, для церков нашої, для тих сирот в інтернаті. Вони поїдть в інтернат, де буде дуже багато сирот. Десь біля 500 сирот, великий дуже інтернат. Вони там будуть служити для них. Хай і Хрясто Бог благословить. Церква, дорога, давайте проклянемо коліна. Звершимо гарячу молитву перед лицем Божим. Молимося всі. Звершимо гарячу. ногие друзья которые нам efterшли и притер стула и во отстотех Боже наш, мы тебе щиро дянули за этот день, насыщенный день, Господь, благословенный день, Иисус. Слава тебе, Хватит, Господи, мы имели благословенное зебрание там, на березе озера, там, где 21 душа принимала святая вода хрещения, я знаю, что ты на подвиг своей души дивился с удовольствием, Господь. Ты радуешься тогда, когда люди присоединяются к церкви, Господи, Бородаш, когда молодые люди посещают себе тебе на служение. Алилуйя, Господь, слава, Господь, благословите их и укрепите их, и укрепите веру, что они были верны тебе до конца жизни. Боже наш, перед тобой сегодня я поклоню колено наши друзья, которые будут улетать на Украину на миссийную поездку. Наша молитва дитя благословите их, Господь, благослови. Дай, что они послужили там благословением для того народа, Господь, Украинского. Иисус, для тех, где они будут, Господь, благословите их, Господь. Храняй в дороге, оберегай транспорт, который будет передвигаться, Господь. В литаку, который будет перелетать, бережи Иисусу, дороги, устрою их дорогу. Что они благополучно, залетели туда и поболели там, послужили, Господь, а рыбок не повернулся, брата назад. Господь, благослови, благослови твоего имя. Наш Господь, дорогие, я тебя прошу, благословляйте их. Наш Господь, дорогие, все нужды твоего народа, они станут до тебя, как молитвы и прославить твоего Иисусу, дорогие. Благослови брата Даника, который посетил нас сегодня Иисус. Укрепи его здоровье, Иисусу, дорогие там, в Канаде, где он работается, благослови служение, для его служения. Боже наш, наша молитва до тебя, Иисуса, дорогие. За батьки Господи, без того, до родuro era дети. Благослови тихо диток Иисус, я не savings forцев для тебя, на радость батька. Укрепи здоровье, мам, Господь, без того, чтобы杯. Иисус, благослови нашебрата Виктора, их учениками. мы снова обратимся к теме в нашей молитве. Иисус, укрепи его здоровье. Дай его полный, Господи, духовные силы и физические силы, Иисус. Исцелите их хворобу, Господи, запретите их хворобу, Иисус, что он чувствовал себя, Господи, и Бог, что за него молилась церковь, Господи дорогие. Повернуйся назад и воздав тебе славу. До нас забрания, Иисус. Благословите, Господи, укрепи. И остальных хворых исцеляй, Господи. Истинный Бог исцеляет любую хворобу. Брата Витя, уборника, Господи, и Бог, Господи, сыночек будет идти на операцию, Иисус, и благословите его. Иисус, и храни его, Господи, Иисус, и от всякой беды. Дай успех врачам. Когда врачи будут делать это сношную операцию, Иисус, дай успех, Господи, и благослови. Дай полное здоровье, Господи, чтобы эти сыночки маленькие выросли славу для тебя и на радость с батьками, Иисус, и Дороги. Я умоляю тебя, Господи, Иисус, за Толика Победзе, за которого просит всегда мама и пишет записочки. Господи, да, сильный Бог оздоровите его. И остальные все хворо, которые мы несемем до тебя, как молитвы. Ты бачишь, витязь не такая, Господи, и мы тебя просим, и исцели его тоже полностью, ускорь, Господь, процессы здоровления. Мы бачим уже результат, Господи, и все страхи, которые были с самого начала, уже позади. Но еще треба твоя, Господи, твоя сила, твоя исцеляющая сила, Господи, и дай ему полное здоровье, чтобы не прийти в зібранье, Господи, и узнать тебе славу, и прославить тебе вечно благословенного Бога. Наш Господи, дорогие, я даю прошу за тих дітей, которые еще не знают тебя, которые оставили церкву. Я знаю, что батьки радуются тим дітям, которые приняли святое водохрещение. Но сегодня те діти, которые влукаются в свете, за них плачут, батьки переживают, Господь, наша молитва до тебя поверни их в церкву. Дай им полное покаяние, наш Господи, дорогие. Господи, дай, чтобы они пришли в себя, как блудный сын, и сказали, стяну и пойду в дим своего батька, и свое життя посвятило для тебя. Боже наш, благослови Строєву и брата Володю, которые объединяли свою долю, Господь. Их же життя благослови, Боже наш, будь с нами завжди. Наш Господь, дорогой, и остальные все нужды, мы несем до тебя. Просим, милости твоей, благословения твоего, Господь. Сестра Любовь, який день народження, 75 років, благослови, и сколько она назначена, что я на этой земле, Господь, дай, чтобы она жила под твоей опікою, охраной и оградой, и под твоим благословением. Наш Господь, дорогие, и на тебя надеемся мы. И за себя тебя дякуемо. Примещу, что я подякую за все, потому что ты застой неслави, вечно благословен наш Бог, отец, Син и Дух Святый. Амінь. Отче наш, что живешь на небесах, святится имя Твое, нехай прийде царство Твое, нехай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хліб нам щоденний, подавай нам на каждый день. И прости нам провины наши, как и мы прощаем винуватцям нашим. И не веди нас у спокусу, но вызвали нас от лукавого, потому что Твоя есть царство, и сила, и слава, по веки. Амінь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любов Бога Отца, и единственное Святого Духа, нехай будет с усима нами. Амінь. Добре, что не спешите, можете просисти, будь ласка, и зараз мы вручим сертификаты и Библию для наших молодых друзей, которые заключили запис с Богом. Это подарок из церкви, и наше желание, чтобы эта Библия не преподала пилю. Читайте ее, будь ласка, вона есть на украинской и англійськой мове, так что для вас будет доступна. Будь ласка, через это учите и украинскую мову. Добре? Будь ласка. Будь ласка. Подписаны служителями Андрей Торовець. Андрей Торовець, поздравляйте, Боже, благослови, я тебя бажаю. Анджела Бочинска. Анджела Бендарук. Илья Денека. Инна Малиновска. Карина Архипчук. Давид Гульчук. Вита Павлик. Яна Холодюк. Павел Бочинский. Павел Бочинский. Анджелина Бендарук. Раиса Баранчук. Анджела Шаблевска. Галина Левицкая. София Бабчаник. Поздравляем, Боже, благослови. Дина Бушко. Поздравляем. Дина Кметь. Диана Кметь. Эрик Рубаха. Яна Мехдаль. Дима Кулюк. Дорогая молодь, я прошу еще внимания, и от имени братьев, которые через годы работали с молодым. Я хочу вас поздоровить так же. Дуже рады за вас. Поздравляем с этим великим святом в вашем жизни. И таке желание для вас, чтобы мы всегда...